АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Сегодня у нашей традиционной рубрики «Юрайфан» Десятый альбом легендарной группы «Юрайфан» «Файрфлай» «Юрайфан» 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 « big odioшь «Юрайфан» «Юрайфан» «Файрфлай» вышел в феврале 47-го года. В октябре-ноябре 76-го группа этот альбом записывала в Лондоне, но это уже была совершенно другая группа. Мы неоднократно об этом рассказывали, но суть в том, что после звездных Demons and Wizards, Magic and Birthdays with Freedom, когда группа забралась на самую вершину, была популярность просто невиданная, стадионы полные собирали. Началось медленное падение, конечно, это предшествовало масса неурядиц, как внутренних, так и внешних, начиная с тотального пьянства некоторых членов группы, в основном отличался Дэвид Байрон. Наркотики присутствовали в различных видах, конечно, трагедия с басистом Гарри Тейном, были тусовки состава, тасования, извините, и в конечном итоге об этих перипетиях мы рассказывали. Но вот пришли они к чему. Когда после «Hind Mighty» альбома 1976 года ушли и Дэвид Байрон, и Джон Уэттон, мы об этом рассказывали, группа находилась в подвисшем состоянии. Мало того, лидер, мозг группы, идейный вдохновитель Кен Хенсли тоже часто заявлял о своем нежелании продолжать карьеру в группе. И продюсеру Джерри Брону приходилось неоднократно его уговаривать и ломать голову, что же делать. Естественно, с точки зрения шоу-бизнеса, при такой популярности, какая бы там ни была, на тот момент она была большая, группа в числе барабанщика Керсвека и гитариста Мика Бокса, и, конечно, продюсера Джерри Бронова очень хотела продолжения. Хотел его и Кен Хенсли, но он не видел замену Дэвида Байрону, а в последствии своей автобиографии Бладхайва он вспоминал, что, в общем-то, увольнение Дэвида Байрона было самой большой трагедией, ошибкой группы. Поиски вокалиста не особо затянулись, но вы знаете, в последствии выясняется, что такие фигуры в рок-музыке, как Дэвид Кевердейл претендовал на место вокалиста Юрахип. И лишь только сложности с его контрактом в Deep Purple и финансовые неурядицы, возникшие по поводу этого продолжения контракта Юрахип, это 100% были бы проблемы, Броно на этот счет очень верный нюх, от кандидатуры Кевердейла отказались. Как, в общем-то, и от кандидатуры Яна Хантера из Мадзехопл, но там были другие проблемы. И тут, в общем-то, нежданно-негаданно всплыла кандидатура Джона Лоутона, это один из наших любимейших вокалистов, мы в памяти его, к сожалению, не с нами делали ролик отдельно на канале, весьма обстоятельный. Лоутон, конечно, вокалист в других традициях, это не Байроновское направление, он, в общем-то, чистой воды блюзовая школа, и многие даже их сравнивают постоянно с Кевердейлом, якобы чуть ли не один вокал. Не, разница там, конечно, большая, но блюзовая направленность, конечно, четко прослеживается в обеих. У Лоутона, у него прекрасная школа, закалковый Люцифер Френд, класснейшая немецкая группа, где 4 немца, 1 англичанин. И, кстати, Люцифер Френд, они играли еще с оркестром Джеймса Ласта, так сказать, обрамляли его. А Джеймс Ласта-то был в свое время любимец на советском телевидении, мы его знали все. В общем-то, оркестровка великолепная, оттуда техника у Люцифер Френд потрясающая. Лоутон набрался очень много там, очень. И, конечно, миг-босс, гитарист группы Рахип, вспоминает, что... Мы понимали, что Лоутон, это не Байрон, это не наш человек, но у него было класснейшее пение, техника вообще великолепная. Кен Хенсли, когда его увидел в телевизоре, тоже, в общем-то, воспринял очень и очень положительно, и Лоутон стал новым вокалистом группы Рахип. Тут же подтянулся и легендарный басист Тревор Болдора, о котором мы тоже на нашем канале рассказывали. В числе прочих его работа с Део Дамбови, знаковая. И вот группа такая, обновленная группа с новой кровью взялась за дело. Притом работоспособности, например, там уже Лоутона было не занимать. Дело пошло на ура. И пластинку публика встретила местами даже очень восторженно. Критики так точно сказали, что это сильнейшая пластинка после Magic and Birthday. Там, в общем-то, пили дифирамбы, но давайте объективно скажем тут словами Кена Хенсли. Да, это была развлекаловка, да, это были интересные и веселые годы, но это был не Юра Хип. Не тот Юра Хип, в котором хотел увидеть Хенсли. Это не брюзжанин человека. Просто у Хенсли тогда тоже была масса личных проблем. Хотя творил он Будздоров, ведь если мы посмотрим альбом Firefly, там в основном все песни за авторством Кена Хенсли. Только лишь Хуни Дми, это третья композиция на пластинке с авторством Барабанщика Ли Керслека. И первая открывашка Хенгинг Три, совместная авторство Хенсли и приглашенного Уильямса. В общем-то, кстати, очень хорошая песня, как и весь альбом, который Хенгинг Три дает. Как вы его знаете, The Henging 3. Начало и пластинка действительно держит. Драйвовая, душевная, она, вы знаете, какая-то особо светлая. Ну, точно, светлячок освещает. Вот там прекрасная композиция, Вайсмен, в лучших традициях группы. Ну и, конечно, шедевр, который мы, в общем-то, всегда выделяем из этого альбома. Это Rolling On. Многоплановая композиция, где, в общем-то, все отыграли на 5 с плюсом, а Джон Лоутон показал вообще высочайший пилотаж вокального мастерства. Просто потрясающее пение, как, в общем-то, и на пластинке, на закрывашке альбома Fly Fly, одноименный светлячок. Там, кстати, лид-вокалом-то и Кен Хэнси, и начинает он пение. Песня писала, скорее всего, под Байрона, конечно, в свое время. Но, тем не менее, и потом Лоутон вступил. Потрясающая композиция. Ну и в народе самая любимая она, и хитовая, чуть не своего рода, и Зеливан, это, конечно, симпати. Предпоследнее композиция альбома. Ярко выраженная мелодика, почти эстрадная, цепляет в лучших традициях. Ну и, конечно, вот своеобразный, вы знаете, Юра Хиповский кач. Идет, идет и идет. Повторимся. Критика восприняла альбом на ура. Последовали гастроли. Гастроли были очень успешные. Группа, конечно, рассчитывала на более крупные продажи этого альбома. Но, вы знаете, следующий альбом, вышедший вскоре, мы о нем рассказывали на Сент-Викте, неожиданно выстрелил с коммерческой точки зрения. Группа, конечно, обожаемая в Европе. Всегда была очень супер популярная в Германии. И мы считаем, что это из пластинок с Лоутоном, трех Firefly на Сент-Викте и Fallen Angel. Наверное, первая как раз Firefly будет сильнее всего с музыкальной точки зрения, по подаче, по восприятию. Потому что, ну, чувствуется, что новые люди и Болдеры, и Лоутон очень плавно вошли в группу. Ну и, конечно, были некоторые изъяны. Например, Хенсли тогда, конечно, помимо творческого пика, достиг еще и очень больших внеплановых показателей употребления всяческого зелья. Об этом, кстати, не скрываясь, пишет в автобиографии, что очень ему мешало. Возникала масса проблем, которые, слава богу, решались. Но вот Лоутона он перестал воспринимать. Вот все-таки постоянно возникали ассоциации с Бароном, не в пользу Лоутона. Плюс Хенсли очень раздражала жена Айрис Лоутона, которая постоянно на каждом концерте сидела где-то сбоку и, прямо говорит, пронзала взглядом всю сцену. Это было как-то чувствовалось и было не по себе. Ну, понятно, это, в общем-то, брюзжание гения, это все допустимо. Но, тем не менее, вы знаете, впоследствии у Хенсли с Лоутоном отношения возобновились. Был даже такой, краткосрочный, мы о нем расскажем про Хенсли Лоутон Бэнд. Тоже великолепно все. Но, это, конечно, несравнимо с Юрахипом 70-х годов. Тогда группа была, ого. И давайте скажем вот такая небольшая ремарочка, что многие наши подписчики, зрители, да и гости канала, конечно, воспринимают информацию про Юрахип на ура. Ну, некоторые брюзжат, но, господа, товарищи, мы пытаемся делать различный материал на канале. И подаем его, кто нас смотрит давно, вы знаете, у нас есть разнообразнейшие моменты. Например, и Гёш Пати присутствует, и Серж Гейнсбург, и те же System of a Down, то есть разнообразные. Но, конечно, ориентируй нас на старый рок, хард, прогрессив. Это основа, от нее мы всегда и прыгаем. А по поводу того, что рок-музыки актуальна, неактуальна, ну, это споры бессмысленные. Каждый что-то находит для себя. И мы тоже пытаемся довести для вас интересующуюся нас информацию, надеемся, она вам тоже иногда нравится. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы.